На три дня город над Бугом стал столицей республиканского лучного спорта. В Брест прибыли представители всех областей республики, чтобы определить сильнейших в своих категориях. За плечами спортсменов сотни тренировок и долгие годы подготовки. Однако, как известно, пусть победит сильнейший. В принципе, это один из самых главных стартов в нашей стране. Под занавес сезона он проходит. Будет, так бы сказать, подведена черта нашей работы. За целый год. Правда, впереди у нас еще два турнира в Бресте будет. Это «Спартакяда Белоруссии» среди детских спортивных школ и республиканский турнир на призы Брестского училища Олимпийского резерва. Сегодня Брестская команда лучников – одна из лидирующих на республиканской арене. В этом большая заслуга и тренеров, которые готовят настоящих олимпийцев, и представителей областной и городской вертикали, делающих все возможное, чтобы лучный спорт развивался в нашем регионе. Наши участники были и на молодежных олимпийских играх в Китае, ездили и в Пекин в прошлом году, были в Париже. Ну, это тоже достаточно большие такие финансовые выливания, но спортсменам надо ездить, им надо не только тренироваться, но и приобретать соревновательный опыт. В этом управление им всегда помогает. Наша задача и моя, как представитель федерации, прилагать дальнейшие усилия, чтобы данная материальная база соответствовала уже европейским и мировым уровням. Поэтому мне приятно сейчас, во время открытия соревнований, подтвердить факт договоренности с управлением физкультуры и спорта Брестского босполкома, что на паритетных началах мы выйдем на профессиональную систему озвучивания данного спортивного сооружения, что позволит сделать этот уникальный вид спорта, очень красивый вид спорта, более зрелищным. На протяжении трех дней болельщики смогут следить за стрельбой своих фаворитов. Кто станет сильнейшим, будет известно уже в эти выходные. Победитель получит право представлять страну на Кубках Европы и мира.